Хорошо все чувствуете? Да, спасибо. Я тоже успокоился. Ну да, что все закончилось, уже кормить никого сегодня не надо. Укладывать спать не надо, все расселены. А? А укладывать спать будет? Куховная пища, это не я ответственный. Я ответственный за столы, Бог. Ну, конференция хорошо, да? Да. Но нужно смотреть дальше. Правильно или нет? Да. Я уже, когда мы делали конференцию, я уже сразу понял, что надо смотреть уже не на конференцию, надо смотреть дальше. И вообще, так правильно жить, когда ты смотришь дальше. Вот ты когда на машине едешь, ты попробуй смотреть перед машиной. Там все быстро. Ну, мы смотрим всегда дальше, да? И спокойно едем, видим, что здесь. И в нашей жизни должно быть так же. Мы должны тоже видеть, ну, дальше. Должно быть видение. И я тоже сегодня бы именно, тоже частично бы хотел с вами тоже поделиться и видением. Потому что Иисус, Он тоже так жил. Иисус, когда ходил по земле, исцелял людей, Он это делал спокойно. Он, потому что Он смотрел дальше. Потому что Ему нужно было вырастить учеников. Ему нужно было пройти через крест. И Он видел уже, что будет дальше. Он уже видел нас с вами. И поэтому Он так делал, поэтому Он так шел. Поэтому Он такой эффективный был. Потому что, ну вот представь, если ты вдруг воскресишь человека. Ну, Бог через тебя воскрешает человека. Как ты будешь жить, если ты не готов еще к этому. Ты весь свой остаток жизни будешь просто рассказывать про то, как ты воскресил человека. Ты будешь ездить. Может быть, ты станешь знаменитой. Может быть, ты напишешь книгу. Ты будешь целыми, ну, как бы ездить на конференции и рассказывать это свое свидетельство. Все будут. Как круто, да? Ну, Иисус, Он сделал очень много, да? Намного больше. И мы видим, что вот, ну, наши какие-то, да, как Павел, он говорит, то, что я оставляю сзади и вперед простираюсь. И вот это, по этому принципу, по этому, ну, принципу мы должны жить, мы должны думать, мы должны поступать. Что действительно должны видеть цель, должны видеть смысл. И это очень важно. Бог не хочет, чтобы мы жили вот без цели, без смысла, тоже без видения. Да, часто есть моменты в нашей жизни, когда мы действительно не видим. И Бог, ты понимаешь, что Бог тебе говорит, просто стой, просто жди. Или просто иди. Но на самом деле, часто своим избранным Бог часто открывает то, что будет дальше. Апостол Павел говорил, мне венец готовится, да, знаете? Ему было что-то открыто. И, ну, на самом деле, работы очень много. Понимаете вы это или не понимаете, что мы то поколение в нашей стране, которое живет сейчас. И ты не можешь это просто игнорировать. Вот мы же знаем историю, что жил то поколение, после нас будет жить другое поколение. Но сейчас живет наше поколение. И сейчас в эти люди, вот как я уже говорил, да, между 30 и 50 годами, это вот и есть то поколение, которое находится в своей силе, должно находиться. Знаете, что такое кризис среднего возраста? Знаете, такое, да, есть у людей? Кризис среднего возраста. Ты понимаешь, Феликс? У вас, как говорят по-испански, кризис среднего возраста? Морочить гол, понимать. У меня пришли мысли недавно, что это такое, на самом деле. Это вообще физиологически, это выход человеческого организма, человеческого существа, духовного, физического, в максимальную фазу своей активности. Когда ты можешь быть максимально продуктивен, когда в тебе вот этот Божьи потенциал, Божьи дары, они просто должны быть на максимуме, когда ты можешь делать максимум. И понимаете, что такое кризис среднего возраста? Это когда тебе некуда приложить эту силу, и все эти дары, вся эта сила, весь этот потенциал, они обращены внутрь тебя, и они кушают тебя. Они из-за того, что ты не можешь применить. Поэтому... И часто вот у кого сильнее, у того, значит, и потенциал еще больше, даров еще больше. Но это мои мысли. В Библии это не написано. Поэтому, как бы вот я уже сказал, что нам нужно так жить, попробовать, попытаться, не упустить это время, когда ты еще в силе, когда ты еще вот именно в этой своей фазе, ну, действительно что-то сделать. Действительно что-то сделать, что... Просто можешь ты взять и сделать. Потому что Бог, у Него нет тела. У Него нет рук, как у нас. Он Бог. Он может много сделать, да, чудесным образом. Но... Ему нужны руки. Ему нужны вот наши глаза, Ему нужен наш ум. И Он через это хочет творить. Творить, созидать дальше, да? Но часто мы просто вот из-за того, что не знаем, как в это состояние войти, не входим в это. И тогда мы прожили... Время уходит. И помните эту притчу о талантах, которому дали 10, которому дали 5, и одному дали 1. И вот этому, которому дали 1, Он его просто спрятал. И вы знаете, что на самом деле вот это вот просто спрятал, это очень вот умная, очень мудрая позиция. Просто сохранил. Просто чтобы не потерять, он был очень ответственный человек. Потому что он сказал, что ну я знал, что ты с меня попросишь. И поэтому я спрятал. А он ему говорит, ты лукавый. Знаешь, почему ты лукавый, ему говорит? Потому что на самом деле ты просто ленивый. ты просто боишься. Ты просто боишься, вдруг у тебя не получится. И ты принимаешь такое решение не рисковать. Потому что те другие два, они пошли, и они написаны, отдали торгующим. Было время, когда они не контролировали то, что им да. И был, может быть, кризис, было еще что-то. И им, может быть, было страшно, что они все могут потерять, и что с них тоже спросят. Но, тем не менее, они это делали, они рисковали на самом деле. Они пытались, и Бог их похвалил. А этот человек, он был такой хитрый, такой умный. Он говорил, ну, я хожу в церковь, я помощник пастора, я играю на барабанах. Поэтому очень со стороны, на самом деле, я бы раньше эту притчу так не увидел, если бы я сам так не жил. Я сам так, грубо говоря, жил в течение 10 лет. Очень такая техничная позиция, просто ходить в церковь, иногда проповедовать. И все. И вроде нормально. Но у меня всегда был внутри вопрос, ну, должно быть что-то большее. Должно быть что-то большее. И вот я помню за один день до того, как мы, как пришла эта мысль, что мы на самом деле взрослые, и мы можем собраться. Нам ничто не мешает собраться. Нам не нужно, чтобы кто-то нам пришел и сказал, можно, но вы можете собраться. Потому что мы иногда думаем, что должен придти человек, или как мы должны кому-то позвонить и спросить. Поэтому есть время повзрослеть. Есть время понять, что мы на самом деле, да, мы чуть-чуть привыкли играть. Нам нравится эта атмосфера. мы друзья, мы друзья, до сих пор любим смеяться, шутить. И мы должны это все оставить. Оставить не в смысле, оставить, но я имею в виду, чтобы это все было. И это хорошо. И мы должны еще других научить смеяться и шутить, как мы это умеем. Потому что после нас сейчас, ну, если вы задумаетесь и посмотрите вокруг, какое идет поколение после нас. если у этого поколения не будет примера, не будет здравого какого-то учения, не будет, они не увидят мудрости, не увидят силы, куда они пойдут. Они компьютеры, игры, еще что-то. Не то, чтобы это плохо, это время такое. И, но, почему я сказал то, что, да, 30-40 лет это максимальная фаза активности организма, это, это действительно то, время, когда Бог говорит нам. Бог говорит, вот он так человека создал, вот в это время человеку говорить много. Потому что в это время человек может сделать много. И, и он говорит. И если ты его не слушаешь, ты страдаешь. Если слушаешь, то тоже страдаешь. Но это приятно. Это по-другому. Потому что ты видишь смысл. и я на самом деле вот вам благодарен, что вы нашли в себе это что-то, веру, веру, какой-то мотив, чтобы приехать. Потому что, вот, чуть-чуть меня тут кто-то там иногда хвалит, что получилось у нас сделать, там, туда-сюда. да, но я знаю, что вам труднее. Потому что я чуть-чуть в теме. И мне Бог дает и подтверждение, и я чувствую и вдохновение. И у меня есть команда, и мы здесь вместе, и мы здесь много разговариваем. И вообще, ну, это чуть-чуть другое. но до кого-то доходит просто по чуть-чуть, что мы начали делать как-то вот, да. И поэтому для меня очень ценно, что вот даже вы, те люди, которых вот до чуть-чуть до вас что-то дошло, дотронулось, и вы нашли в себе эти силы, нашли в себе этот смысл, чтобы приехать тоже, да, чтобы открыть сердце. Мы работали над этим. мы делали вам давление. Мы разговаривали с вами. Поэтому вы молодцы на самом деле. И с течением времени все-таки вот эти 10 лет, они вроде как, как будто бы вроде думаешь не нужны, но нужны. Потому что я вот мне пришел этот момент с Моисеем. Помните, когда он пришел возраст, написано, ему было 40 лет, и он попытался служить Богу от всего сердца. Он попытался сделать что-то для Бога. Достаточно сильное. Как он это видел, как он это представлял. Помните, нет? Он убил египтянина, защищая братьев. Потом на следующий день он увидел двух братьев, которые мирятся, о, дерутся, вернее, он их начал мирить. Они его отвергли и говорят, ты кто такой, чтобы нас судить? Может быть, ты нас убить хочешь, как того египтянина это убил? Он был в шоке. Потому что он-то думал, что у него был, он же правильно думал о себе, правильно или нет? У него было правильное откровение, что он как бы Бог хочет через него спасти. У него были подтверждения. Он был особенным образом спасен. И у него была власть. У него были инструменты. Он хотел это применить. Он хотел помочь по-настоящему, как он думал, что он может это сделать. И все, что он смог сделать, это убить одного египтянина. спрятать его, испугаться и убежать оттуда. И после этого он 40 лет просто жил, как обычный человек. Так у Бога часто бывает, что Бог должен тебя полностью подготовить для того, чтобы ты действительно... Зачем Моисей жил эти 40 лет там? А чтобы понять жизнь простых людей тоже. Потому что как он мог помогать своему народу, когда он вырос в доме фараона, не имел никогда нужды, не имел имел все, что хотел. У него все было, да, он был умный, наученный, он хотел это вот все использовать, но он не жил как обычный человек. И Бог ему 40 лет из него выходило, его представление о том, как нужно жить по вере, да, как нужно действительно служить Богу. Там можно много выводов сделать из этой истории, но однажды Бог его послал, потому что он все равно был тот человек. Я помню, я когда был в центре, может быть, за полгода туда как ушел или за год мне приснился один сон, я подошел к реке, была группа, и нужно было переходить через реку. Река была неглубокая, вода была прозрачная, и я хотел идти, но я увидел, что я без обуви нахожусь, у меня нет обуви, и я увидел, что в реке есть какие-то там змея, какой-то паук или что-то еще, и я понял такая мысль, что я должен вернуться для того, чтобы одеть обувь. Я проснулся, я быстро интерпретировал себе этот сон, что я знал, что такое по Библии обувь, знаете, да, или нет, это готовность проповедовать Евангелие, это не проповедь Евангелия, а это именно готовность проповедовать Евангелие, действительно готовность, в любой момент, действительно ты, есть у тебя с чем проповедовать, есть у тебя мотив, есть у тебя послание, и я даже дал маленькое учение по поводу этого сна, там, что готовность очень важна, и мне так от всего понравилось, но я даже никогда не думал, что этот сон, он про меня, потому что там во сне было понятно, что я должен вернуться, ну, куда-то вернуться, отойти назад еще, но было такое время, что я так хотел служить Богу, что я вошел тоже в какое-то такое состояние, когда Бог много тоже говорил, что у меня были откровения, я много проповедовал, и я видел себя в Рету, и только в Рету, и я очень хотел там быть, я очень любил это место, и даже я представить не мог, что я когда-то могу принять решение, что я оттуда уйду, но буквально так быстро так ситуация сложилась, все так закрутилось, закрутилось, что я даже не смог понять, как я оказался уже снаружи, и тоже я уже забыл, вот сейчас я его вспомнил, что ну на самом деле вот не готов, был не готов, потому что я еще тоже, что я был за человек, да, что я еще не понимал, что такое жить, я не понимал, что значит еще там работать, чего-то добиваться, иметь семью, как живут действительно люди, что это такое жить просто как нормальный человек, Иисус тоже жил среди людей, да, знаете, вот, он тоже не сразу начал служить, чему я это говорю, потому что многие из нас на самом деле, из вас, да практически все, потому что вы здесь, поэтому вы пришли сюда не просто так, что вы в свое время получили это семя от Бога настоящее, вы приняли Христа, вы приняли Евангелие, вы научились и вы попытались служить Богу, вы пробовали, вы пробовали этот вкус, что это значит служить Богу, потому что рядом находились люди, которые по-настоящему служили Богу, и мы тоже думали, что мы тоже служим Богу, как я тоже думал тогда, что я служу Богу, но оказалось, что я прислуживал, да, знаете, да, что служить и прислуживать, просто еще было не время, просто не было достаточно опыта, просто нужно было пройти через те ситуации, через которые нужно пройти, вы знаете, что это, ну, так должно быть, Иисус сказал, что все вы разбежитесь от меня. Каждый в свою сторону. Вы представляете, Он однажды собрал учеников, и Он им это сказал, все. Все. Он не сказал все, кроме одного. Один сказал, все, но не я. Я обкакался больше всех. И Он сам сказал, что все вы разбежитесь, каждый в свою сторону. Мы иногда хотим как бы вот свою жизнь под какой-то стереотип подогнать. Ну вот у этого вот так, у этого так. А себя не видим, под кого подогнать. Под какой пример. Потому что это невозможно. Потому что у каждого своя сторона. Кто-то убежал дальше. Кто-то убежал налево. Кто-то убежал направо. Кто-то просто стал холодный. И просто религиозно стал ходить в церковь. Кто-то начал курить. Но живет нормально. Кто-то пошел еще дальше. Но какая разница? В какую сторону убежал. Какая разница, насколько далеко убежал. Это не имеет никакого значения для Бога. Потому что Иисус, Он это сказал. Все. Мы иногда хотим сделать, думаем, что христианство это что-то такое нереальное, чего от нас Бог требует. Что мы не можем сделать, как вот по закону, да? Что все должно правильно и без ошибок. Он говорит, что нет, все вы убежите. Каждый в свою сторону. И Он их предупредил. И для Него это не было удивлением. Он знал, что они без этого не смогут. Потому что они должны понять. Они должны понять полностью. Он однажды их поместил в свою атмосферу. Атмосферу благодати. Он их покрыл. Он их водил. Он их любил. Он их учил. Это то, что было с каждым из нас. Мы однажды попали в эту атмосферу. Почему я сказал, что, ну, как вот вначале я сегодня говорил, то, что Алексей, он вдруг подумал, что как будто он проповедует рету, а не Христа. Ну, потому что Христос, Он был в рету, рету был Христос. И это была атмосфера. Это было вот единое. И поэтому люди-то и слушают. Потому что, вот мы разговаривали с Юрой, и он мне рассказывал, когда еще был в центре, про одного человека, очень богатого, которого покупали землю для центра в Петербурге. И Юр ему просто свидетельствовал о том, как живут ребята в рету. Просто рассказывал жизнь. И этот человек закрыл глаза и сказал, что вы счастливые люди. Вы действительно у вас, у вас получилось в идеальный мир попасть. У этого человека было все. Была куча денег. Но, когда Юра ему рассказывал, он просто это почувствовал, что он тоже хочет. Он тоже хочет просто вот жить, искать Бога, иметь друзей, иметь возможность кому-то отдавать что-то безвозмездно. И этот человек потом сделал большую скидку, почти 50% за землю. Просто его вот трогало. Он говорит ему, а я, когда просыпаюсь каждое утро, у меня один голос в голове, где взять деньги. Он говорит, у меня денег много. Но этот голос всегда говорит, где взять деньги. Он говорит, я все время себя направляю, что нужно где-то взять деньги, их куда-то вложить, чтобы их стало больше. Потому что, если их не станет больше, их будет становиться меньше. Страшно, да? Денег всегда становится меньше. Их всегда не хватает. И это то, что сейчас живет весь мир. Вся наша страна. Вот мы когда еще с вами, мы же коммунизм зацепили, да, социализм чуть-чуть. И там не стояла так сильно эта проблема. Все как-то... Денег не было. Денег не было. Все более-менее. Люди могли потратить целую зарплату для того, чтобы купить одни джинсы. Помните, сто с лишним рублей стоили джинсы, там, какие, лелис, да? Да. Но все вспоминают это время очень хорошо. Ну, есть там свои моменты, но... Всем нравилось, что была вот эта вот свобода, что нет этот голос. Где взять деньги? Ну, там разные были голоса, да? Я не хочу вас в социализме. Я вам просто говорю как ощущение, что когда нет этого духа, там были другие духи, но этого не было. А сейчас все живут только деньги, 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 деньги. Правильно или нет? Да. Поэтому надо срубить это дерево уже. И это враг. К нему надо быть безжалостным. Поэтому мы... Я хочу вот вас просить, направлять, чтобы мы как-то просто попробовали противостать. В своем мышлении, в обновлении ума. Что это не самое главное. Что есть вещи, которые они важнее. И у Бога есть эти вещи. И вы знаете, когда ты начнешь делать именно эти вещи, у тебя и деньги придут. Бог такой. Мы видим, что Бог, у Него есть все деньги. У Него есть вся мудрость. Для того, чтобы дать тебе мудрость. Чтобы ты всех на рынке обогнал. Чтобы ты так делал свой продукт. У тебя будет откровение, что у тебя не будет конкуренции. И вы помните, кто такой Гедеон? Когда Бог призвал Гедеона, первое, что сделал Гедеон, это срубил дерево. Помните или нет? Он боялся его срубить днем, потому что боялся чуть-чуть людей, действительно. Потому что его после этого хотели убить. И он срубил дерево. Помните, как назывался этот Бог? Ваал. И вот этот культ Ваала, на самом деле, это вот мы сейчас так. Ваал. Они с удовольствием шли к Ваалу. Потому что Ваал был Бог плодородия, Бог процветания. И люди ходили для того, чтобы у них был успех. Это образы Библии. Но то, что сейчас происходит, это происходит в духе сейчас. То, что все люди, они просто поклоняются Ваалу. Поклоняются процветанию, поклоняются плодородию, чтобы побольше, чтобы получше, потеплее. И Гедеон срубил это дерево. А вы знаете, в чем там была проблема в это время? Они поклонялись Ваалу, но 7 лет приходили мать-янитяне и забрали все у них. Постоянно. Они только чуть-чуть поднимутся. Те придут и все заберут. Как саранча. И народ устал. Народ обнищал. Но народ все равно поклонялся этому Богу. Все равно приносил эти жертвы и так далее. Понимаете, нет, что это образы. Что чем больше мы об этом думаем, чем больше мы вот этим всем живем, тем беднее мы становимся, тем несчастнее мы становимся. И для того, чтобы победить этих, которые разоряли на самом деле, нужно было вот сначала начать с того, чтобы вот выступить против этого. Выступить как мысль, как идея, как движение, как просто направление. Сказать, что я не хочу так жить, я не согласен. Это ненормально. Я не хочу так думать. Потому что, ну, на самом деле, мы имеем власть над Духом. Иисус дал власть над Духом. Понимаете или нет? Мы во имя Иисуса Христа можем выгонять Дух. Это легче, чем кажется. Для этого не надо долго с Ним разговаривать. Выходи. Не, вы этого. полчаса, весь по ту или всю ночь экзорцизмом заниматься. Иисус не разговаривал с этими Духами. Он говорит, пошел вон отсюда. Павел тоже, иди отсюда, заткнись. И мы должны научиться этой технике, для того, чтобы вот со своим, вот с этим Духом, который есть в мире, мы просто могли противостать Ему и просто взять другое направление, что я не хочу так думать. и ты увидишь действительно чудеса просто. Это не еще одна теория, что давайте больше и больше получите. Это действительно духовная война. Это действительно работа с умом для того, чтобы иметь это обновление. Гидеон с этого начал. И потом он одержал одну из самых величайших побед в Библии. Помните или нет? Когда 300 человек побежали на 200 тысяч человек. Просто побежали кричать без оружия. И они победили. Нам кажется, что иногда, да, что с этими вещами ну невозможно бороться. Все так живут, весь мир так живет. Что мы можем сделать? Один, да, не может. Но 300 уже может. 30 может. 10 уже тоже может. Нам надо перестроить тоже свое мышление, что на самом деле настоящее христианство это не христианство одного лидера, который всем скажет, как нужно делать. Иисус научил вокруг себя 12. Написано, Иоанн Креститель, он крестил в одном месте, он сам крестил. Ему нравилось самому крестить. Он никому не доверял крестить. Он сам всем рассказывал, как нужно жить. Он сам всех учил. Он был епископ. И, может быть, даже он был апостол. Знаете, сейчас есть. Я не для того, чтобы критикать, я просто видел иногда по интернету. Есть. Они даже на троне сидят в церкви. но настоящий апостол его никто не знает почти. И мы знаем тоже. У нас есть с вами перед глазами такой пример реальный, настоящий. Не только вот эти герои веры, не только эти герои Библии, которые, они как бы далеко, они может быть, да, иногда как сказка. но мы видели, мы с вами из этого семьи. Вы понимаете, как я говорю, нет? Это Раймундо. Это человек, который сейчас, через которого Бог сделал просто нереальные вещи. Я не могу своим разумом это понять. Бог через него сделал столько сильных лидеров, столько сильных учеников в разных странах мира, и этот человек живет сейчас в маленьком городе, в маленькой церкви, проповедует маленькому количеству людей. Почти люди, которые живут в этом городе, они не знают, кто это такой. Люди, которые живут в этом штате, они тоже не знают, что такой человек живет в ихнем штате. И это настоящее христианство. Христос так учил. Он сказал, что пусть тот, кто из вас старший, он будет не видно. Он будет, как младший, он будет просто служить. Потому что у людей этого мира, у них, как обычно научено, он говорит, те, кто старше, они на самом виду. Он говорит, но у вас пусть будет по-другому. И это тот принцип, который часто просто не получается христианам на практике захватить. И это такой принцип, который действительно почти самый главный, один из очень важных для того, чтобы сделать большую работу для Бога. Просто делать работу. Просто делать ее от всего сердца. Просто вставать, просто помогать, просто слышать Бога, просто доверять Богу, искать Бога, получать от Него откровения. И все. И Бог тебя ведет. И это реальность. И эти 300 человек, они просто огромную победу сделали с Гедоном. И вы знаете, в чем ключ был? Чуть-чуть этой победы тоже. Знаете, все любят этот пример с Давидом. Когда Давид рассказывает, перед тем, как убить Голиаф, он рассказывает, какие проблемы. Когда приходил лев, я гнался за ним, убивал его, забирал то, что он у меня украл, и медведи то же самое делал. И он так это рассказывает так, ну просто, что это так естественно, что это так нормально для него, что мы на самом деле за себя думаем ничего себе просто. Мальчик, лев, медведь. И иногда так вот не придаем этому примеру значения, что побежали ли мы действительно на льва, на медведя. Как вообще это сделать? Знаете, у Давид там есть один ключ, как победить льва и медведя. Знаете, как? Потому что, ну, если так, просто выйти на льва или на медведя, сколько шансов? Сергей Богоград знает. Но там есть один ключ. Когда враг, да, когда вот этот лев, медведь, он украдет добычу, он находится в состоянии того, ворох, в состоянии того, кто украл, в состоянии тот, кто должен украсть и убежать, чтобы покушать. И у него такой дух. Он боится того, кто охраняет. Он не знает, что у него есть, что он может ему сделать. И поэтому он уже в страхе. И все, что нужно сделать, это просто взять и побежать за ним. Просто взять и побежать на него и за ним побежать и все. Кидать к нему камни, наверное, Давид делал, да, залазил, может быть, на дерево, кидал палки, кричал, орал. Я так думаю, он так делал. Тот хвост сюда и уже убегает. И силы нету противооставить. И зубы заняты, он держит, он хочет кушать, ему страшно, тот за ним бежит, просто потому, что за ним бегут. Потому, что, ну, вы знаете, что такое страх, да? Когда страх, он сковал все, ты уже в позиции того, за кем гонятся, ты уже не можешь. противостоять. И поэтому Давид побеждал. И он привык так побеждать. И поэтому он побежал на Голиафа. Побежал на Голиафа и все. Со своей наглостью. и тот не ожидал. На самом деле, тоже в этой победе у Давида есть же такое рациональное зерно, что у Давида просто были ключи, был опыт. У него был Дух Божий, у него было ясное мышление, что просто так на него пойти, это нереально. И когда на него одели эти доспехи, он говорит, мне неудобно, я не могу. и он взял то, с чем он привык и с этим пошел. И знаете, он не пошел просто так, ну, как я бы пошел, например, он не пошел так вот тупо повезет, не повезет. Он взял пять камней. Мне кто-то сказал пять камней, что-то пять не помню. Но я думаю, он думал, что с первого раза навряд ли получится. Может быть, со второго не получится. Он готовился к длительной битве. Он готовился, у него был план, что он будет, какие преимущества были у Давида. Он был легкий, быстрый, тот был тяжелый, высокий, здоровый, да, но если Давид от него находится на определенном расстоянии, что он может ему сделать? Давид понимал, что буду бегать, я его просто забегаю. Правильно или нет? У Давида была мудрость от Бога, у Давида было откровение от Бога, и Бог сделал еще больше для того, чтобы все увидели, какой Бог, как Бог дает мудрость своим детям, как Бог поднимает своих в глазах этого мира, да, в глазах, может быть, теплых людей или, да, как бы, религиозного христианства тоже, потому что, ну, вы же знаете, какова сейчас ситуация вообще в мире, в церквях, что на самом деле есть христиане, есть настоящие, они, многие любят Бога, но многие устали, потому что вот этот Голиаф, вот это беззаконие, вот это мышление, вот это, да, вот этот вот 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 это вот проблемы, они просто свысока смотрят на христианство и христиане ничего не могут сделать, у них нету мыслей, нету откровений, нету сил, не знают как, церкви не растут, люди одни и те же, никто ничего не хочет, да, или хотим? Никто ничего не хочет, да, Алексей? нету, 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 но это часто так, потому что я говорю, я так долго жил, я пожил христианином, который просто ходит в церковь, и нормально, нормально, но то, начало происходить вот полгода назад, когда это по-настоящему начало происходить, я начал это ощущать, я просто был в шоке на самом деле, что я сказал, бог ты что-то действительно живой, потому что я привык быть верующий теоретически, рассказывать другим, что такое быть верующий, как нужно делать, не делать и так далее, но что, что бог живой, он мне рассказал, он мне показал, рассказал, это, это, это другое, и поэтому Иисус так все интересно сделал, что Он предупредил, что вы все разбежитесь, но потом произошел один момент, что они все собрались, они просто собрались, они ничего больше нельзя, просто собрались, как мы, и пришел шум, пришла сила, пришел смысл, и те люди 300, они тоже просто собрались, и там были такие люди, которые я думаю, как Гидо увидел это, мы иногда думаем, что Бог Он так говорит, через сон должен сказать тебе, там написано, да, Бог ему сказал, много людей, представляете, там 200 тысяч, у него 10, ему Бог говорит, много людей, скажи тем, кто не хочет, пусть домой идут, и Он сказал, и ушло очень много, я не знаю цифры, я уже просто забыл, может быть было 30 тысяч, потом ушло 20, засталось 10, потом их еще раз проверили уже, уже не просто хочешь не хочешь, а уже можешь или не можешь, видишь, не видишь, думаешь, не думаешь, готов или не готов, и они вошли в эти 300, просто 300 человек и просто однажды ночью они просто побежали на 200 тысяч тремя отрядами, просто один человек Идеон, он им знаете что сказал, он даже ничего не сказал, говорит просто смотрите на меня и делайте как я, ничего больше не надо, никто из них не погиб, они ничего не делали, те сами себя убили, те сами разбежались и у нас с вами есть этот человек, это не я, но мы видели, нам показали настоящее христианство, настоящее, у людей, у многих здесь, у них нет, не было такой возможности увидеть настоящее христианство, многие действительно вот Бог трогал, они пришли в церковь, у них тоже есть опыты и но настоящее христианство не все видели в настоящей силе, не все имели эту возможность, и Иисус сказал то, что помните, грешники и блудницы они первые идут, и Бог так сделал, что мы тоже такие люди, которые на самом деле наделали много всего, шли далеко неправильно, но Бог сказал, первые будут, первые будут, хотите быть первыми, просто есть возможность, просто нужно, ну на самом деле ничего не нужно, просто смотри как делал этот человек и делай и вы слышали, как Семен рассказывал про этот сон, который был, да, у Раймонда, что он видел, что нужно просто идти и Бог все делает и действительно у Бога так, он просто вот готовит, он еще раз подготовил очередное поколение для может быть получится через это поколение что-то сделать, это мы будем решать, он дает такую возможность, захотим мы попробовать, и вот я говорю, что за один день до того, как мы приняли решение, пришла эта мысль собраться, я разговаривал с одним человеком, и я говорил, что я не вижу смысла что-то делать, я не вижу, как можно что-то делать, я говорю, не готов подойти, например, я такой привел пример, что есть здание, вы просто строите 10 этажей или 100 этажей, и нужно сделать ремонт, нужно сделать демонтаж, и потом нужно сделать ремонт. И я не готов с одним шпателем подойти и делать, и сказал, ну я делаю, я говорю, я так не хочу, я так не могу, если я не понимаю как и вот на следующий день бог дал такая мысль что мы можем собраться и и это уже не один человек потому что 0 на самом деле так он хочет быть во многих он не хочет чтобы был только павел только петр только он действительно это его план чтобы потому что вся тварь с надеждой это откровение сына и богу нужно было может быть я думаю я уверен я верю провести каждого из нас через тот путь который ты прошел именно до сегодняшнего момента какой бы он ни был какую сторону бы ты не ушел далеко близко неважно твой путь твой путь есть определенные люди которым только ты сможешь помочь которым только ты будешь свидетельствовать есть определенные духи знаете эти нечистые духи они сами прибегают к тебе не ты ходишь находишь они прибегают потому что они знают что только ты можешь как этот человек у которого было очень много он просто прибежал и говорит я не хочу ничего да он говорит зачем ты пришел мучить нас но его сердце говорил другое и поэтому говорю что у каждого из нас есть свои дары свой потенциал для того чтобы помогать и и поднимать именно тех лидеров твоих людей которые будут приводить именно к тебе и мы можем быть вот что-то что-то сделать как-то послужить своей стране потому что сколько мы будем ждать что кто-то к нам приедет что кто-то на нас возложит руки что кто-то нас будет учить проповедовать я очень благодарен испанцам испанцы как всегда первый они открыли америку они приехали в россию бог так делает они маленький народ но очень горячий народ но так не может всегда продолжаться правильно все что-то ждут тоже вот от россии знаете или мы будем думать но это не мы это те которые там после нас может быть потому что я не чувствую потому что мне нужно больше денег у меня мало денег мне нужно еще один ребенок еще одна квартира новая машина а бог ждет когда захочешь думать по-другому когда захочешь действительно просто по-другому думать просто захочешь принять все то что есть у него просто вот все и просто хотел бы чтобы вы когда-то почувствовали что значит стих не меру дарит дает бог духа святого без меры вот он действительно дает без меры елисей попросил 2 он мог попросить 4 мог попросить 8 его хватило только на 2 потому что до 2 это было уже много но иисус сказал нет меры просто насколько ты вот захочешь тоже жить сможешь это реальность правда сейчас наше время просто наше время хотим мы того или не хотим как ты хочешь провести свой кризис среднего возраста кушая себя или реки воды живой просто посмотри на эти символы на эти моменты которые они действительно есть и ты не можешь от них избавиться когда родился моисей когда родился иисус и хотели убить и поколение страдало потому что кого-то в этом поколении хотели убить но не убили вы знаете что в 90-е годы да вот этот вот волна наркотиков да и того через что мы с вами прошли это можно с этим сравнить что кого-то конкретного хотели убить было покушение но бог он своих сохранил и бог так сделал что эти свои они даже что-то получили от этого как моисей да дьявол хотел убить а получилось что посадил в дом фараона моисея нас хотели убить а сделали так что мы попали мы попали в христианский реабилитационный центр где мы получили семя настоящего христианства и просто получили а потом просто убежали но иисус это сказал что это будет и как ты теперь будешь жить с этой информацией что тебя предупреждали и сейчас уже это произошло а что если ты узнаешь такую вещь я как мечта это не новая как это доктрина что если ты пойдешь на небо вот как бы ты сейчас не жил грех самый вообще вот куда вот ты не хочешь идешь все делаешь ну ты идешь на небо потому что мы задумываем что мы идем в ад а ты пойдешь на небо потому что мы почему то привыкли что так думать что Бог всегда смотрит только вот как ты в конце своей жизни да вот в этот самый последний вот момент а вы думаете Бог так смотрит у Бога нет времени Бог просто смотрит сверху ты его сын или не сын и он может быть тебя спасет независимо от того как ты закончишь это дает больше ответственности потому что многие из нас уже настроились на ад и думают что они попадут в ад ну и ладно мы сказали но я думаю что больше ответственности ты получишь в свою жизнь от того что если ты может быть подумаешь а если ты попадешь в рай потому что ну тогда действительно стоит может быть попробовать жить по максимуму попробовать это настоящее христианство может быть получится может быть может быть будут настоящие победы может быть ты думал что все с христианством в моей жизни покончено а Бог тебе говорит а ты на небо пойдешь это не доктрина просто Бог он добрый и он смотрит на тебя как на как на сына как на своего помазанника может быть у тебя в твоей жизни он просто видит вот это время где ты его сын и он просто благодаря тому что вот этому времени он тебя вытаскивает это не для того чтобы шел и делал что хочешь поэтому хочется еще что-то поделать я вот полгода попробовал я вам просто хочу сказать получается просто получается оно работает Дух Божий работает откровение работает можно ходить по воде можно думать по другому можно быть выше всего этого можно действительно потому что мы иногда не хотим думаем что вернуться опять стать христианином это опять правило закон нет это желание это такое сильное желание делать ведь Дух Лени это тоже очень страшная штука это тоже то что сейчас держит людей очень сильно поменьше делать это то что Иисус вот сказал этому рабу да ты боялся ты прав но ты лукавый потому что проблема просто ленивый хватит оправдываться но этот Дух тоже можно побеждать просто потому что есть другой Дух потому что если есть Святой Дух то нет этой проблемы лень что такое лень да это как будто ты ходишь под водой да как это в притчах написано что ленивый он как дверь на петлях да на кровати только поворачивается а потом депрессия потом мало денег опять не хочу еще что то но лучше вот действительно ведь в другом лучше жить да вот просто представляете если ты побеждаешь Дух Лени процентов на 90 может быть на 80 20 можно оставить да чуть-чуть на вечер суббота может быть хотя это не Дух может быть лень это уже просто отдых отдых когда ты делал работу и ты просто доволен что ты делал работу а Дух Лени это другое это ты всегда ищешь разные есть да но я вот поставил себе такую мечту и просто прошу Бога Бог победит Дух Лени в моей жизни и что-то происходит я просто пытаюсь думать по-другому молиться постоянно то что не было никогда в моей жизни не многие могут это сказать что они постоянно молятся я недавно поспрашивал старых христиан просто по-дружески по-дружески рассказываешь часто молишься часто читаешь Библию знаете почти никогда христиане которые просто ходят в церковь они почти никогда не молятся многие они думают что они молятся даже но они как у них нет это потому что на самом деле если ты молишься постоянно ты не можешь сидеть на месте ты не можешь просто ходить в церковь ты просто не можешь ты не можешь играть в христианство если ты молишься постоянно потому что Бог просто дает Дух без меры а Дух написано Он бодрый аминь он просто бодрый он сам бодрый ты не то что ты заставляешь себя помните ученики они когда с Иисусом пытались там молиться Иисус им сказал вы часто не можете он знал что они не могут он им просто сказал что но Дух бодр у них не было еще Духа они не могли быть бодрыми мы иногда думаем что быть христианином это пытаться быть бодрым по плоти и пытаемся плоти бороться с плотью заставить себя быть бодрым заставить себя быть духовным заставить себя разные вещи сам Дух когда Дух приходит ты просто бодрый вы просто представьте сколько сделал Бог через одного человека который просто услышал голос Бога и позволил Богу говорить в его жизни наполнить его своим Духом сколько Бог может сделать через многих конечно мы привыкли думать это наверное не про меня правильно или нет это точно не про меня а если про тебя не не про тебя не про тебя Идеон тоже сидел в свое время там это пшеницу поколачивал и ему сказали встань ты сильный? я? да да ты ну и знаете да там дальше 300 человек на 200 тысяч просто побежали на них и в этом тоже был смысл это было откровение от Бога как выиграть в этой победе мы можем сказать что это было чудо сверхъестественное ну это был просто тоже там есть логика там есть откровение Бог просто открыл что нужно как делать вы понимаете что ну да мы не видим мы не знаем нам кажется не реальной нам кажется не про меня а что если Бог просто начнет открывать 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 как сделать ты начнешь делать начнет получаться мы иногда думаем что бог это вот что-то фантастическое такое на что вот должно быть обязательно какой-то такой нереальное чудо в это чудо нет знаете но только час села если стучал 100 лет назад показать человеку это чудо если я сейчас туда поставлю картинку где будет ходить человек или 200 лет назад и я скажу что я поймал человека в этот он не поверит правильно меня а если этот человек еще буду я маленький они все с ума сойдут просто чем отличается чудо от не чудо просто когда ты имеешь откровение уже понимаешь и ты уже ты уже это прошел ты это сделал на самом деле и тогда тебя это все эти механизмы тебе открыты бог хочет нам больше 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 открывать бог устал тоже работать через неверующих людей им открывать как работает это как работает велосипед или еще что ну там да сложные какие-то изобретения ученые иногда они больше слышат бога чем христиане потому что они ищут но христиане могут еще больше сделать сколько мы будем там просто вот скулить что жить плохо страна такая там еще что-то еще что-то вся тварь ожидает с надеждой откровения сынов божьих они просто ждут они не знают чего не ждут но ждут они откровения сынов когда сыны придут когда сыны научиться когда сыны войдут в полный возраст написано что наследник доколе в детстве ничем не отличается от раба хотя и господин всего пока в детстве ничем не отличается от раба нет полномочий такой же как все ему говорят что делать как делать но когда пока маленький ну что он маленький потому что он неадекватный ему нельзя еще не что доверять и вот поколение за поколением они так и просто не входят полноту не взрослеют взрослеют чуть-чуть отдельные по одному по два по три ну не знаю я просто хочу верить в это что это возможно что это просто вот мечта что действительно это все для этого чтобы христиане они по-настоящему просто встали начали просто иметь такие отношения с богом что тоже написано всякое колено она преклонится мы я думал раньше что всякое колено преклонится потом когда придет иисус такой большой яркий такой какой-то как атомная бомба но иисус сказал что он хочет через нас найти он хочет прийти так вот и хочет так чтобы его люди жили и другие люди они просто будут в шоке и они просто приклонят колено и спросят ты кто и они просто увидят иисуса во многих образе жизни мышление а мы думали мы уже закончили с христианством на этом своей жизни ох не просто так посеял в тебя семя он знал что он все он уже видит тебя готовым мне иногда помогает видеть какие-то откровения такой способ читать назад эти бог он альфа и омега бог он совершенный он уже нас видит на что мы способны поэтому этот человек когда ангел пришел и дону сказал встань муж сильный какой я сильный но бог уже все это видел бог уже все завершено поэтому написано что бог начала предыбрал оправдал и какая следующая стадия как там там дом 4 предопределил что дальше избрал оправдал потом прославил что означает прославил это значит просто поднял для того чтобы сделать примером для того чтобы сделать светильником потому что не ставят до написано светильник под сосуд и город не может укрыться он не просто вот не знал что он делает это не просто какая-то да как некоторые говорят бокс мир создано от взрыва знаете большой взрыв и человеку иди попробуй сделай один миллион взрыва там что-нибудь приклеится хотя бы к чему-нибудь узнает что делает бог видит и я верю что мы вот я не просто верю бог открывает вот эти мысли дает и я ничего с этим сделать не могу я не хочу вам говорить это бог говорит потому что я человек и мы часто можем только видеть потом действительно говорит ли это бог или не говорит но сегодня когда вадим рассказывал действительно про эту ситуацию как это было когда я ему сказала и первый раз я разговаривал жене светиком и выражение после нового года мы делаем конференцию а через год мы делаем конференцию в своем здании и мы оба как сумасшедшие ха 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 засмеялись потому что ну как бы это действительно было что-то такое как это вы погнали ребята но конференция состоялась и у нас есть дальше видение и мы хотим двигаться дальше мы хотим делать конкретные дела мы не хотим просто вот по воздуху кулаками махать мы хотим двигаться дальше и мы хотим там строить дом можно назвать церковь можно это назвать центр но чтобы было место потому что когда помните добрый самарянин нашел человека на обочине он ему помог но дальше ему нужно было место куда провести этого человека это чтобы этот человек и заплатил за этого человека и я верю что христианство она больше должно быть выглядеть так что христиане они должны заплатить за тех которые в нужде а не то как сейчас часто выглядит только пришел в церковь и тебе сразу ведерко люди что дураки мы мы можем чего угодно говорить я был на конференциях где зато служение два или три раза давали ведерко я нормально но я думаю как человек обычный который приходит первый раз ему говорят приходи на конференцию здесь все бесплатно билетов не надо но есть умные люди которые поменяют деньги и делают много маленьких купюр и они спокойно ходят на конференцию это христиане у них есть откровение отсчет что они тупые нет ну есть христиане которые морочат голову которые думают наверное я буду плохо если я так сделаю да он тоже хочет так сделать но он просто сильно морочит голову какие проблемы до приходится решать христианстве нет но вот поэтому мы должны дать пример на самом деле что показать людям что нам не нужны их не деньги нам нужно их не сердце для бога мы просто хотим передать то что нам передали поэтому мы хотим делать поэтому мы хотим иметь какое-то такое место где люди могут получить иметь атмосферу тоже с нами я просто вижу тоже такую проблему чуть-чуть как бы вот в христианстве что для многих их ходить в церковь это стало ну два часа в неделю просто пришел на собрание просто ушел и все это все что он христианин есть другие которые они часто близко команде из которых выжимают все соки просто ты давай лидерская ты это ты-то 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 ты там ты барабаны ты еще что-то и потом человек все потому что из него все выжили на самом деле все должно быть по откровению все должно быть тоже с мудростью конечно нужно учить нужно подтягивать но нужно откровение просто и поэтому нужно просто вот я нисколько не хочу сказать или какую-то такую вот мысль давать что мы лучше мы другие нет но мы видели что-то особенное мы видели что такое когда братьям хорошо вместе аминь когда есть эта атмосфера когда люди просто хотят приехать в это место многие из нас когда ушли из центра нам что все у нас ты уходишь ты уходишь ладно мы еще для отдельных мы посмотрим еще может быть чуть-чуть приходишь но сидишь и молчишь вы представляете если бы апостолы вот они бы вот так они ходили 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 с иисусом и и закончилось это все ну я пошел в церковь тогда просто буду ходить в церковь так оно должно быть просто буду ходить в церковь иисус ушел я не знаю что делать но они собрались они просто собрались и они были просто единодушно вместе для того чтобы искать бога для того чтобы спросить у бога что делать дальше просто спросить что делать дальше конкретно не у человека у бога и бог дал что делать дальше и все там стало на свои места все само собой пошло и действительно это были все все эти люди они которые будут там собрались вот эта единодушность она как раз заключалась в том что они поняли что они все убежали они там вот все находились тоже понимают что нет у кого-то кто лучше петр тот который думал что он лучше вообще не хотел ничего говорить а иисус ему сказал а ты говори первый говорит петр наверно хотел когда иисус пришел когда вот петр помните он отрекся он потом покаялся да и когда иисус ему говорит ты меня любишь петр и он говорит да господи и он ему наверно думал что он сейчас должен ему что-то другое сказать ну а бодрец петр у каждого бывает все нормально да он ему ничего не говорит иисус он уже проехал эту ситуацию он просто говорит любишь делай дело еще раз любишь да делай дело не надо уже думать что там было что ты сделал не надо мне рассказывать почему ты сделал я все знаю я сам тебе это сказал если ты помнишь петр то я тебе не просто это сказал но он ему сказал что он еще молился за него иисус однажды сказал петру петр я молился за тебя наверное хватило бы просто чтобы иисус просто молился за петра но иисус еще и сказал петру что я за тебя молился и вот часто вот на самом деле так происходит мы думаем что мы убежали мы думаем что мы плохо а иисус он молится иисус он молился он знал он он все знал и он ждет пока вот ты придешь себя опять и все поймешь и просто захочешь опять и примешь то что у него есть и мы должны научиться нападать первыми пускай нас мало пускай мы думаем о себе что-то еще но это принцип мы не должны ждать что враг на нас нападает и готовится чтобы отражать врага надо нападать на врага надо разрушать эти твердыни надо сокрушать этот дух этого вала эту лень этот страх это неверие сам просто набраться и и и противостать и поэтому вот мы хотим делать что-то хотим строить хотим иметь какое-то место для того чтобы мы просто могли с чего-то начать ну я бы хотел чтобы это не была цель цель весь мир потому что ученики когда они 12 там или сколько их чуть больше было не собрались и они сидели и у них был план как они завоюют весь мир потому что им иисус сказал что вы пойдете просто и весь мир ну действительно да кто мы чтобы что-то так думать чтобы вот об этом думать сами будем решать поэтому эту конференция для того чтобы задуматься для того чтобы принять эту мечту для того чтобы просто обновить чуть-чуть не нужно думать что вот сейчас мы побежим будем что-то делать быстро давали боксом дает силы откровения просто начинай мечтать просто начинай чуть-чуть видеть просто начинай налаживать свои отношения с богом потихоньку как ты можешь потому что ну вот там тоже такой принцип что вот она в 7 но она когда она умирает она попадает землю и она сначала умирает и потом из этого вот то что умирает начинается новая жизнь и сначала это новая жизнь она там в темноте начинается внутри земли в темноте потом это что-то маленькое но просто высовывать свою голову на свет только сначала голову только сначала вверх может быть еще все тело оно принадлежит земле это часто как у нас может быть ты не чувствуешь еще какое-то освобождение ты еще есть и привычки и какие-то проблемы еще что-то и не знаю когда еще ты его до до конца от каких-то вещей может быть избавишься но главное чтобы вот хотя бы голова начинала уже вылазить на свет чтобы ум он уже начинал думать по-другому и может быть потом потихоньку и вы знаете да что чем часто делает этот росток он он ломает асфальт он это жизнь это сила жизни у нас с вами есть семя поэтому эта конференция для того чтобы задуматься получить семя просто получить мечту просто подумать набраться вдохновение силы для тяжелой работы не просто эйфория какая-то сейчас все легко духа мания какая-то сейчас по стенам побежим работа помните как как раймунду жил всегда но всегда нам про него рассказывали что он всегда идет раньше всех на работу и позже всех с работы он понимал что нужен пример что нужно просто работа что это это смысл он мог просто ездить по всему миру и только летать и быть самым важным человеком самых лучших местах а он шел и и работа такой христианство такое люди ждут что мы как бы вот поняли что вокруг него что произошло вообще ладно буду уже завершаться ефтих упал уже или нет еще уже подняли ефтих подняли уже да ну ладно я на самом деле зато я думал что я буду два раза говорить но зато я буду вот один все и завтра буду только вот думать об обеде сколько у нас время сколько у нас время еще хотел вам чуть-чуть просто в конце что есть видение мы не только хотим думать один дом но как то так произошло символически что когда мы начали так получилось что мы поехали в москву и потом приехали в уфу ну как то вот одно за другим и как то вот не знаю есть такая мысль что ну может быть самаре это начинается но мы хотим чтобы было минимум и в москве и в уфе и ближайшее время тоже не знаю смеемся ну да но просто потому что мы можем и все бог сильный надо вставать и можно делать что делать посмотрим бог говорит конкретно аминь ну все тогда ладно не будем уже больше ничего давайте помолимся есть вода я не умею так как вадим корма чтобы говорить мне кажется я усыпляющий великий бог мы благодарим тебя за эту возможность просто быть твоим присутствием я благодарю тебя за каждого человека который приехал сюда который просто я не знаю по каким причинам но что то его сюда привело поэтому я просто прошу тебя за каждого просто чтобы ты благословил просто потому что ты всегда знаешь что самое лучшее для нас поэтому мы можем совершенно доверять тебе мы можем не бояться мы можем не сомневаться обращаться к тебе что если вдруг то что ты сделаешь нам не понравится потому что то что ты делаешь это всегда самое лучшее поэтому просто я прошу тебя за каждого человека сегодня здесь присутствующего просто обнови мышление просто пускай это мечта пускай это семя пускай это видение от тебя оно просто живет оно просто делает свою работу просто слово твое просто дух твой потому что ты есть свет жизни ты есть вода живая ты есть хлеб для нашей жизни ты есть альфа и омега ты начало и конец ты царь царей господь всех господствующих ты великий бог могущий совершенный ты иисус сын божий который искупил нас своей кровью призвал нас чудный свой свет для того чтобы мы могли иметь будущность и надежду просто благослови во имя иисуса христа укрепи исцели сердце пускай пройдут эти все проклятия связанные с финансами господь просто все эти проклятия уйдут связанные с немощами господь я прошу тебя просто дай силы противостоять всем этим похотям всем этим вредным злым привычкам то что мешает нам приближаться к тебе то что мешает нам искать тебя то что осуждает нас во имя иисуса христа господь я просто во имя иисуса связывают от дух лени который просто не дает нам быть целостными который мешает нам делать эту работу господь который нас заставляет лукавить перед тобой оправдываться просто разрушите твердыни господь просто разрушите неправильные наши цели неправильные наши мотивы и дай нам просто вот ощутить это свежее веяние твоего духа господь эту настоящую жизнь сломай наши эти представления потому что ты есть жизнь ты просто есть жизнь господь ты не какая-то религия ты не просто какое-то человеческое слово но ты полнота наполняющая все ты есть совершенная мудрость господь ты есть преимущество над всем господь мы просто хотим пользоваться господь тем что ты даешь нам господь научи нас отец просто научи нас быть лучше быть сильнее быть мудрее господь в тебе научи нас искать тебя научи нас молиться постоянно господь научи нас пребывать в слове твоем господь научи нас мечтать твоими мечтами господь научи нас жить без этих ограничений которые диктует нам это время этот дух этот мир господь просто расширь наши сердца расширь наши пределы господь просто поведи нас за собой отец мы не хотим без тебя идти мы хотим чтобы ты направлял нас господь открывай нам кто мы открывай нам что делать нам господь дай нам мудрости как делать дай нам твои откровения отец наполни нас своей силой своим духом я прошу тебя за тех кто горят для тебя Иисус пускай просто уйдут эти сомнения которые мешают полностью посвятить тебе свою жизнь во имя Иисуса Христа Господь просто пускай придет в нашей жизни настоящее полное посвящение тебе Иисус чтобы мы действительно могли ощущать что наша жизнь она в твоих руках и как хорошо быть в твоих руках что на самом деле нет ничего лучше как быть в твоих руках мы потерянные без тебя Иисус мы слабые без тебя мы слепые без тебя веди нас господь благослови каждого человека благослови каждого здесь присутствующего благослови всех кто будут смотреть эту проповедь по видео на тех местах где они находятся Господь просто благослови нашу страну благослови этот город по имя Иисуса Христа я прошу тебя благослови Раймунду дай ему утешение дай ему хорошее ощущение дай ему чувствовать твое присутствие твою любовь, твою заботу дай ему твои откровения, Господь по имя Иисуса Христа благослови наших гостей, Господь благослови Феликса благослови Симеона, Господь дай им видеть твою руку, Господь дай им слышать твой голос, Господь пускай то дело, которое они делают они просто будут шокированы от твоего благословения, Господь просто благослови, Господь спасибо тебе за них, Иисус спасибо за то, что ты привел их, Господь спасибо тебе, Иисус потому что на самом деле это ты сделал, Иисус, спасибо спасибо за это чудо, Господь за то, что все мы здесь за то, что мы живые до этого момента, Господь за то, что мы уже можем сказать, что мы не Иуда потому что Иуда, Он не дождался тебя просто обнови, Иисус просто своей любовью, Господь своим духом просто приди и благослови жизнь во всей полноте, Господь за то, что тебе забудешь comme туда